Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами стример-блогер Полосатая шляпа с худшей в мире вебкой Всем здравствуйте Всем привет Так вот, собственно, смотрим Доброго времени суток Судя по всему, выпуски с участием стримеров вам интересны Поэтому сегодня я подготовил для вас еще одного медийного персонажа Его зовут Читбаннет Судя по тому, что вам предыдущий выпуск с моим супер-мега-крутым обзором и разбором И мега-аналитикой на видос Изи, который разбирал игру Головача То есть он разобрал игру Головача, а я разбираю видос, в котором был разобран Короче, делаем охуенно Очень хороший контент, который мы заслужили И вот я решил для вас сделать еще одно подобное видео Потому что, ну, а почему бы нет? Если вам нравится, а я как бы должен делать то, что вам нравится Ну и, собственно, вот и делаю Тут у нас будет, значит, рассказываться о том, собственно, как круто играет Читбаннет У Изича рубрика «Найс играешь» — это разбор ошибок игрока Вот, и, собственно, ну погнали смотреть, что тут, где тут ошибки-то Это стример, который имеет более миллиона фолловеров и активно играет во вторую доту Многие из вас просили, чтобы я посмотрел и разобрал его игру Изначально я отнесся к этому скептически Но, посмотрев несколько его игр, все сразу же встало на свои места Я понял, что контента здесь будет навалом Ах ты, животное е**ное Бля, фэйри фаер он е**аный Мусор Если тебе понравится Партянка рыглопес, фэйри фаер юзнул Шляпа усатая Шляпа уса такая И, как вы понимаете, пройти мимо такого я точно не мог Как бы сильно мне этого не хотелось Я сегодня все три игры хорошо Читбаннет Четыре игры сегодня было, я все хорошо отыграл На самом деле, вот эта рубрика «Найс играешь» на рейтинг, который у Читбаннет делать это конечно ну если человек имея рейтинг там не знаю страж или рекрут делает что-то не так является ли это ошибкой да то есть является ли его геймплей в принципе ошибочным но для для рейтинга страж определенные вещи которые он делает это как бы норма да то есть ну типа до колуповаться сейчас до того до чего будет до колуповаться здесь изич это конечно как мне кажется перебор ком данный игрок придумал свою уникальную сборку покупать в начале игры блайтстоун и играть без кайлов читбана считает что через скалы играют только слабые игроки а вот сильные как раз наоборот их не качают и берут пассивку допустила ошибку нужно было кайлы брать я без кайлов играю кайлы тебе не нужны если ты нормально играешь физически это метро и это метро не блин это же дефолтный дотер который всегда знает лучше чем другие читбана делает все правильно почему какой-то чел из чата ему рассказывает как надо играть когда он стример и он босс этой качалке очевидно что он знает лучше а когда какой-то чел сидит тебе рассказывает естественно вот представьте вы зашли играть в доту вам кто-то говорит блин братан не пикай рубика возьми нормального героя какова вероятность того что вы пикните рубика кто-то может сказать а если бы он этого не говорил возможно рубика вы бы и не взяли так что не надо рассказывать дотеру чё делать просто так не просто так если что рейтинг этого стримера около двух тысяч ммр хотя по его словам у него еще имеется 7к аккаунт тем не менее меня снова 7000 у тебя какая основа сомневаюсь что у тебя 7000 есть у меня есть аккаунт 7000 я его не покупал ну очевидно что он ровнет но это же очевидно что он ровнет но это мега очевидно что он ровнет я пока не могу отличить сарказм от реальности поэтому остается только догадываться серьезность изича конечно зашкаливает типа боим чувак нет но на самом деле это мать твою работает чат это работает типа его видосы собирают кучу просмотров и кучу лайков несмотря на то что он топорно не видит значит рофла чувак сидит с двумя тысяч ммр говорит что у него на мэйне 7000 ну люди же видят как он играет но очевидно же что он ровлет но это я не знаю но это ну а если ты еще до сих пор не отличаешь сарказм человека от не сарказма то возможно стоило бы тебе хотя бы пару стримов его глянуть хотя бы пару часов чтобы примерно понимать на кого ты вообще делаешь видео а то блин ну это какой-то блин вообще что это за типа я вообще не знаю кто это я вообще не знаю что это но буду делать на него видосы даваться правда это или он так рофлит в начале данный игрок покупает блайтстоун ветка танго и цирклетку но очевидно место им балансных каллов на первом уровне качается пассивка давайте вспомним его слова через кал играют только слабые игроки а вы сильные наоборот рейтит пассивку ну очевидно что это тоже рофл да очевидно просто ему впадло эти рейзы нажимать эти рейзы он же он же блин него 2000 ммр он этими рейзами просто спушит линию он конечно и по-другому ее может спушить но он все себя обосрет а еще у него скорее всего будет рачела на суппорте с которым ты эти рейзы не реализуешь короче все правильно он сделал он ну типа нормально все будет по четкому по четкому для 2000 ммр именно так и надо играть на самом деле бил через к лы является универсальным и берется но вот смотрите для того чтобы грамотно играть с кайлами кайлами нужно пользоваться как добивать крипов и при этом харассить если ты будешь только добивать крипов это невыгодно если ты будешь только харассить это тоже невыгодно а еще нужно таймить эти кайлы потому что ну если ты их просто вот дашь в разнобой они нанесут урон но это будет не критически их нужно стакать это во первых во вторых против тайда это тоже не так сильно работает потому что у него есть пассивка которая сбрасывает эти стаки но она там конечно на первых лавалах в любом случае там урон будет жесткий. Короче, очевидно, что сильный СФ развалит этого Тайда, но, блин, у него ж не Титан ран, у него 2000 ММР. Так что, какие тут, да чего тут вообще доколупываться? Абсолютно во всех играх. Чтобы это доказать, достаточно просто зайти на ProTracker, где собраны игры с хайп и ТС пабликов. Открываем СФ и видим, что даже на позиции керри, игроки в 99% случаев начинают игру. Основная ошибка всех людей, которые делают подобные вещи, сравнивают ранг Титан с рангом типа не Титан, это то, что там совсем другая Дота, мужики. Да, иногда, конечно, есть схожие моменты, но темп игры абсолютно разный на Титанах и на вот какой-то ранг, блин, 2000 ММР. Абсолютно разная Дота. Нельзя сравнивать вот это и вот это. Человек по фану катает, блин, доколупался до такой шляпы и сидит ее размусоливая. Который подхантер подвигает Денайт с ранжа, СФ и Лич находятся в идеальной позиции. 3 кайла плюс Роснова и это практически гарантированный килл. И наказывать врагов... А ничего, что он подошел, потому что он видит, что у него... Ну вот умный, да, человек, казалось бы, да, вот Изич думает, что он умный. И типа представь на секунду, что у тебя есть догон 45 уровня, и ты можешь любого героя убить, если он покажется на вижене. На любой, с любой части карты. Ну как бы, блин, если у тебя будет такой догон, никто нахрен нигде не покажется. Но люди знают, что у тебя нет этого догона. Вот если бы Тайт изначально знал, что ты с рейзами, он бы, наверное, так и не подставлялся, играл бы осторожней. Но он же видит, что у тебя рейзы не прокачены. Вот он и не подставляется. Ёперный театр. Это же, ну, дважды два. Четыре. У него сейчас очень жесткий задел на фарм. Я вам так скажу, по своему опыту, по своему опыту игры на кере, на таких рейтингах, в большинстве своем, к тебе приходят два жестких чпокаря, а твой суппорт обычно дырявый жетонщик, который вообще в рот бомбил тебе нормально саппортить, и тебя вот так вот отарабанят с ракатан, и потом вот условно с прокачкой, ну, типа вот как у Читбана, да плюс Момчиком, ты можешь пойти просто в лес, у тебя куча минус армора, у тебя куча демеджа, и все, что тебе нужно, нажать Мом и долбить крипов. Просто долби, 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 долби. Ну, понятно, с рейзами он бы быстрее фармил. Это факт. Со стаками и все такое. Ну, типа, а так проще играть. Так играть просто проще. Меньше кнопок нужно нажимать. Блин, ну, впадлу, ты же на керри катаешь. Керри это, эээ, крипов бью, эээ, героев бью, эээ, команда дизейбли, а я, эээ, бью. Все. На 2000 ММР человек играет. С какого хрена с него требовать больше должны? Вообще не понимаю. Еще до таких глупостей доколупываться. Он, блин, рейзы не качает. Какой нахрен нуль? Против меня, еб***ь, Тайтхантер. Против меня, Брумастер. Мне просто, б***ь, я б***ю им. Брумастер. Против него Брумастер, еб***ь. Ну, то еще такое выбраться из Матрицы условно. Ну, это, б***ь, не знаю. Все, вот он лич бегает. Маны ноль. Вы че? Что это за пятерка на восьмой минуте у чела ноль маны? Ноль маны ноль. Вообще в игре ничего не происходит. У СФа счет ноль ноль ноль. Он вообще, типа, ну, не страдает, ничего не это. Куда он всю ману свою просрал? Была бы у него мана, просто даешь ему спокойно щит, и он спокойно себе выживает. Имеет, наверное, доступ ко всему, что ты хочешь в жизни. Ладно, тут щит, наверное, б не спас, ладно. На 10 и 11 минуте Чирбанок снова без задей не умирает. А не, ладно, и так убьют. По итогу, закончив лайнинг со статой 1-3. Ну и в такой ситуации, как обычно, начинается поиск виноватого. Причем под горячую руку попадают все, включая Лича, который, по мнению главного героя, плохо ему саппортил. Мало помощи на лайне. Конечно, мидл у нас противен, судя по всему, да, 2-2. 0-5 у нас у Клаквера. О, денежка упала. Ну это дефолтный поиск виноватых. Это, конечно, минус любого практически игрока в Доту 2. Когда все хорошо, все хорошо. Когда все плохо, нужно найти виноватого. Ну ничего не поделаешь. Ну так почти всегда происходит. Тут главное просто играть дальше. Типа, ну он же никому-то, он же, он же не нажал в войс и не начал орать. Ты, тварь, дырявая портянка, рыглопес на личе, почему ты плохо суппортишь? Он просто на стриме говорит об этом. Я вот, например, тоже так могу на стриме сказать. Ну если я человеку конкретно это не говорю, я же его не дизморалю никак. Откуда он знает, что я говорю? Причем меня очень порадовала реакция главного персонажа, который после такого хренового исполнения открыл статистику и прошелся по счету своих тиммейтов. Обратите, кстати, внимание на его раскачку. В начале кайлы скипались, но после того, как читбанит за макси лобби пассивки, он почему-то начал их качать. У него в донате спросили, зачем ты качаешь кайлы, если ты являешься физсфом, и по факту их не используешь. А че ты ржешь? Ты че смешное сказал? Здарова, ты же физсф. Не качай кайлы, качай плюсики. Но я физсф, я качаю кайлы в последнюю очередь. Но кайлы качать плюсики вместо кайлов, я считаю, что смысла нет. Поэтому да, я физсф, я кайлы качаю в последнюю очередь, но тем не менее вместо кайлов плюсики качать не вижу смысла. Ну смотрите, вот он играет против Сларка. Представьте, вот он ультует, Сларк тоже успевает нажать ульту, и Сларка ударить нельзя. Или там даже пофигу, Сларк нажимает ульту, ты можешь рейзами-то бить, понимаете? Ну типа в этом тоже есть логика. Ну так что все нормально. Хотя в дропе все... Четко делается. Ну сдох. Да тут в принципе игра 35 на 23. Ну что, ну это же дефолтная катка. Посмотрите, дефолтная, просто мега дефолтная игра. У одних в миде ОД, у других в миде дровка. Типа ОД всегда, ну, отжарит эту дровку при любых раскладах. Типа там, я не знаю, надо каким быть задротом на дровке, или какая должна быть разница по скиллу между игроками, чтобы типа ОД выиграл у дровки. И дровка в принципе любитель типа пофармить. Вот, все. Но по факту на керри на самом деле играть в Доте 2 много мозгов не нужно. В большинстве своем ты полностью зависящи от команды, как это обычно и происходит. Если твоя команда делает тебе возможность фармить, ты фармишь, и если потом ты не можешь эту, ну, имея доминацию, вот у вас есть доминация, есть пространство, но ты на керри не смог эту игру выиграть, вот тут уже вопросы к тебе. Здесь счет 35 на 23, ну, кошмар от SF везде, где только можно, все вообще умирают. Из дизейблов на всю команду нет вообще ни одного, типа, стан лича, типа, это не стан. Ульт феникса это тоже, ну, типа, шляпа полная, то есть это не инициация, это ничего, это просто, ну, то есть у них пик говна полного. Это вот в доте, там, не знаю, 80% игр это либо фривин, либо фрилуз, да, и только 20% игр, а то и меньше, это более-менее, там, хоть какая-то заруба. И вот он берет игру, где, ну, Читбанеда просто откровенно переехали, как и всю его команду. Ну, то есть это просто фрилуз игра. Возможно, у него там следующая была фривин, почему он ту катку не взял на обзор? То есть нет смысла брать такие катки, что бы ты ни делал, как бы ты ни играл, все будет идти, ну, типа, из рук вон плохо, потому что просто такая игра. Мы тут дрались. Тут в любом случае нет, давайте сперва его посмотрим. Здесь фарт, мне кажется, стоит к нам. Конечно же. Еле-еле. На самом деле СФ мог спокойно забрать жарнющий стрик с ОД, да еще и при этом выжить. Но, во-первых, он зачем-то прожал МОМ, из-за чего у него перестал работать эффект шарда от пассивки, и ОД, не получивший страх, успел прожать БКБ. Хотя такое решение он принял не сразу, поэтому у СФ точно хватало времени. Во-вторых, инвест... Я еще очень люблю вот такие вот разборы, мега-разборы, вот эти вот мега-разборы, которые происходят уже типа постфактум, когда что-то произошло. Все вот там нужно было через калькулятор посчитать, опять же, незабываемый человек от 2000 ММРа. На него нападает ОД, он уже, в принципе, готов был, что он отъехал. Все, он уже был готов, что он отъехал. У него нет в голове такого жесткого калькулятора, который бы ему сказал, блин, чел, ты сейчас его сам можешь развалить, если он там с БКБ обосрется, сразу ее не нажмет, то ты ему дашь типа тычку со своего шарда, и потом просто под МОМом разнесешь. Он не чувствует своего героя настолько хорошо, насколько это чувствовал бы там игрок более высокого рейтинга. Поэтому, собственно, эта ситуация... Он был уверен, что он здесь отлетает без шансов. Он даже близко не мог подумать, что он ему так наваляет. Вот и вся история. Посмотрите, да, так и есть, он бы его убил. Но прикол в том, что... И, во-первых, он БКБ, возможно, даже сразу нажал. Ну, давайте посмотрим. Вот тычка летит. Да, он после первой тычки только нажал БКБ. Окей, окей. Если бы он дал тычку с шарда, это реально был бы килл. Ну, 90%, что это был бы килл, потому что ОД бы развернулся. Ты бы еще, скорее всего, успел бы ШБ нажать, еще с ШБ тычку. Ну, это, понимаете, это нужно было бы, ну, типа, ну, человека 2000 рейтинга. Ну, обосрался. Ну, обосрался. Ну, обосрался. Похожий момент был здесь, в конце 43-й минуты. Ну, там просто на везении челики. Несколько минут спустя Дайр чудом выиграл. А это происходит все. Это происходит все исключительно, потому что счет 37 на 25 и 9000 преимущества у Рэдиан. Если бы такого огромного преимущества не было, такого огромного преимущества не было, условный СФ на тот момент мог бы уже быть там с Сильвером, например. И тогда вообще пофигу, как ты там кнопки нажмешь, он бы в той ситуации ОД бы просто размотал. Ну, прикол в том, что когда преимущество противника начинает жестко снова болиться, то каждая твоя микро ошибка превращается в фатальную ошибку. А микро ошибки допускают на таком рейтинге постоянно. Поэтому их даже нельзя считать за ошибки. Это просто дефолтная погрешность, которую ты не можешь никак исправить. Если бы он не ошибался так, у него был бы рейтинг не 2000, а там условно 4000. А если бы он там еще бы лучше понимал, допустим, макро доту, позиционку и прочее, то у него было бы там 6000. Если бы у него была бы нереальнейшая дисциплина и все оставшееся для того, с чем он поднял 6000, то тогда у него было бы там 8000 и так далее, и так далее. Понимаете? Поэтому для того, чтобы достигнуть определенного уровня игры, нужно иметь определенные навыки в доте 2. И имея там 2000 ммр, у тебя вот есть определенный пул навыков, который ты имеешь. Да и все. Требуют файт, причем большая часть драки проходит без участия Сэфа. После этого можно было по идее пойти и спокойно забрать Рошана, так как ключевые герои в виде Сларка, ОД и Клока были в таверне. Ну а Рэвыч и Ультимейт Брюмастера до сих пор висели в КД. Но как говорится, если я побегу убивать Рошана, то кто тогда останется фармить лес? Вишенкой на торте стали еще 2 очевидные смерти в Ноу Вижене. Первая во вражеском лесу в боте. Вообще вот мега очевидное. Вот знаете вот, мега очевидное. Вот вы такие бежите, фармите свой треугольник, потом бежите на другую, ну типа вниз вот подфармить кэмп. И там по-любому должен находиться вражеский оффлейнер и вражеский, ну мидер. Это настолько мега очевидно. Ведь они же там, наверное, Т1-вышку ломали. О нет, там нет Т1-вышки. Ну ее там нет, сейчас я вам покажу, блин. Там нету Т1-вышки. Там нету Т1-вышки. Крепы вообще вот тут ничего не пушатся, нигде никто не светится. Каким образом нахрен ты вообще можешь подумать, что здесь тусуется Тайт Хантер и ОД? Каким образом? Это 2К ММР, детка, это не читается. Он просто сдох в рандомном месте, в котором сдохнуть вероятность умножается на тупость игроков на этом рейтинге. Вот и все. Типа, камон. Ну каким образом это считается... Че тебе вообще теперь нигде не фармить? Это же прикол в чем? Он же туда пошел не от того, что ему там так весело там фармить, но потому что, блин, у него дровка фармит, тимбер фармит, все фармят. Ахренеть, ты можешь понять, что тебе заруинено первоначало. Все, это просто избиение. Вот что тут вообще разбирать? Это просто избиение. Похуй. В обоих становилось Сефа С, хотя они дрались 4 на 5 без скорости, оставая при этом 15 тысяч золота. На 41-м минуте проходит еще одна драка, которая снова начинается со смерти Сефа. А, пойти кого-то поймать. Сларк в меду. Ну, уже, конечно, нужно было понять, что нельзя выпендриваться. Ну, слушайте, ну, блин. Капец, ну вообще душанина лютая, ну вообще не дают дышать. Ну, а где помощь-то хоть какая-то? А где хоть какая-то помощь от команды? На самом деле он тут нормально делает. Смотрите, он не умер. Нажал БКБ, почти убило. И в очередной раз каким-то чудесным образом тиммейтам главного героя удается нормально подраться. Но такое не может продолжаться до бесконечности. Представляю вашему вниманию заключительный в этой игре файт. Он начинается с хукшота от клока. Ничего страшного, от Бикетти улеча через полминуты появится бай. Тем более у тебя, как у первой позиции, до сих пор в кулдауне БКБ. Драться без него против Рываги, Хексау Де и других неприятных обилок будет просто нереально. Однако Читбанет все равно принимает решение подраться, хотя до отката БКБ остается 15 секунд. И по итогу умирает за Хекс. Забавно то, что на стриме он просил дровку дать Сайленс. Тут он меня поймал. Осталось дать, нет? Он даже не попытался. Сайленс в ОД, который уже 20 минут бегает с БКБ. После этого файта игра наконец-то завершилась. Самая в той 2.11.4. На такой плохой результат повлияли сразу несколько факторов. Отвратительные билды стартовой заку плюс пассивное поведение на самом лайнинге. Вы посмотрите просто, 13 минута игры, 3000 преимущества у Радиент. Ну, 3000 на 13. Хроносферы, заколил Тиму собраться вместе и быстренько сломал Т1. Кроме очевидных проблем в плане макро, у Читбанда имеются определенные трудности с микроконтролем. Вспоминаем пассивный Шадо Блейд, ужасную позиционку в файтах и плохой таргетинг. Для того, чтобы это... Так это все дефолтная история для человека с двумя тысячами Рейда. Чтобы пофиксить, надо смотреть собственный реплей и разбирать ключевые моменты. Пересмотрел драку, увидел, кого лучше фокусить в первую очередь, проанализировал свою позиционку и другие критические ошибки. И еще пару слов по поводу айтемов. У Кересефа есть несколько вариаций итем билда, который зависит от игровой ситуации. Где-то можно отказаться от дефолтного билда через Шадо Блейд и, к примеру, докуп... Я вам так скажу, в этой игре, в этой игре, ну, если убрать то, что, скорее всего, команда Радиент была просто по скилу сильнее, чем команда Дайер, если в этой игре убрать этот фактор, то достаточно было бы вместо Тимбера, например, вместо Тимбера, иметь просто любого оффлейнера, который танчит и провоцирует урон какой-то на себя. Любого такого оффлейнера. Посмотрите, ОД. Во-первых, Дровка, Тимбер и СФ это три, по сути, демедж-дилера. Тимбер в конкретно этой игре не является танком. Он не может нормально танчить, потому что здесь чистый урон, здесь вот этот чел статы забирает, и он против Тимбера хорош. Вот. Но самое главное это ОД. То есть самая большая жопа, которая в этой игре происходит, это ОД, который жарит Дровку, и ОД, который жарит Тимбера. То есть вот этот чувачок просто в соло, по сути, пикнув ОД, практически выиграл эту игру. Я уже не говорю о том, что, ну, типа, Дровка в миде, это всегда... Вот я на Дровке в миде жарю раков вообще на изи, потому что я жесткий на Дровке. Но я уверен, что этот тип, который играл на Дровке, вряд ли умеет так играть. Возможно, он мой стримак посмотрел, но скилл-то он перенять мой не может так легко. Больше надо мои стримы смотреть для того, чтобы понимать, как играть. И в итоге получилось то, что просто дэмэдж, 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 ноль дизейбла, магического урона достаточно, но дизейбла ноль, и, соответственно, урона в принципе много, но некому цеплять, понимаете? Тут Брюмастер делает кучу кипиша, тут отожранный ОД, тут Тедхантер, которому ни хрена не надо, тут Клоквер, которому ни хрена не надо, и Сларк, ну, не знаю, на лайне, наверное, он нормально постоял, судя по всему, да, раз счет 13-9. Наверное, у него тоже более-менее... А если даже у него все было плохо, то он камбэкнул через лес. Anyway. Так что здесь игра проиграна в первую очередь на драфте, и во вторую очередь, возможно, еще за счет там скилла какого-то определенного, да, что там какие-то игроки просто чуть больше хотят победить. Дота это знает, и поэтому получается так, что одна игра фривин, другая игра фрилуз. И Изи рассуждает на самом деле, ну, вот максимально, максимально, это вот идет максимальная работа на просмотры. Вот, я надеюсь, потому что если он реально так вот прям на полном серьезе сидит, разбирает игру Читбан, это с двумя тысячами ММР, это, конечно, прискорбно. Вот такая вот история, если вам нравятся вот такие невероятные разборы на другие разборы, вот, можете присылать свои видосики, свои там предложения в комментарии, вот, ставить лайки, делать репосты и прочее, прочее, прочее. Ну, и на стримчик мой залетайте, обязательно смотрите меня в лайве. Все, всем спасибо за просмотр, и давайте всем бы-бым. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!